всем здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня хочу сделать обещанный расклад продолжение пятничного расклада по финансам раскладывать на три позиции позиции вы видите скоро у меня будет закат и ну то есть меня видно будет лучше сейчас просто свет идет на заднем плане и поэтому вы видите меня такой достаточно темный выбирайте определяетесь и мы с вами приступим будем смотреть как зарабатывать на любимом деле мне кажется на данный момент достаточно такая актуальная тема плюс ко всему по моему разделе сообщества некоторые из вас писали о том что да я не понимаю у меня не получается вот и я не понимаю как мне зарабатывать сегодня попробуем разобраться в этой теме так я быстренько пока вы выбираете помешаю колоды принципе не столько чтобы помешать колоды сколько чтобы настроиться так позиция сюда уберу все это позиция номер один голубенький камешек давайте с вами будем смотреть вам зарабатывать на любимом деле на сначала хочу посмотреть как вы зарабатываете сейчас мне нужно тихо говорит каким образом вы зарабатываете сейчас на своем любимом деле пока знаете двояко да кто-то вообще никак кто-то находится на пирогу переходным на таком этапе большинство из вас работают с людьми на на расстоянии да кто-то работает возможно через сеть через интернет кто-то работает так или иначе с иностранцами да то есть людьми не проживающие на вашей территории либо не не обязательно за границей это может могут быть люди которые не из вашего города то это например может быть соседний город здесь проходит у нас сеть интернета здесь знаете такое ощущение что люди находятся на переломном таком каком-то этапе почему там что аркан мира говорит о завершении чего-либо до либо о начинаниях каких-либо то есть либо вы только начали да и только встаете на этот путь либо наоборот не получается как раз таки да то есть долгое время что-то опробовали пробовали у вас не получается вы завершаете и вынуждена то здесь не то чтобы совсем вот прям . а как будто бы перехода да то есть здесь хотя может быть и так что как будто бы отказываетесь от чего-то и начинаете заново по-другому либо наоборот здесь кто-то начинает масштабировать до свой бизнес такое тоже можно бизнес хобби в очень много трудитесь вкладываете в свое дело да пробуйте пробуйте на этом зарабатывать но знаете я вижу прям человека которые с таким знаете терпением каждый день совершает одни и те же действия вот но я не уверена что у вас есть доходы сейчас конечно мы посмотрим но общее такое ощущение что знаете вы как будто бы верите в свое дело помимо того что вы любите и вы такие достаточно терпеливые упорные трудоголики то есть вам действительно ваше дело нравится потому что вы очень много времени уделяете именно своему хобби спрашиваю опять как вы сейчас зарабатываете выпадает король мечей до больше как-то на умственные возможно да как интеллектуальные деятельности хотя по рыцарю педакли могу сказать что кто-то и руками работаю да но здесь в принципе отвечая на вопрос как то есть каким образом вы зарабатываете я не подразумеваю род деятельности до вашего хобби а скорее всего каким образом так вот здесь как-то король 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 мечей да я сказал нет император как вы зарабатываете сейчас вот у кого-то свое дело однозначно потому что император это предприниматель это человек который работает сам на себя если даже у человека нету команды то как минимум он сам себе хозяин знаете что меня смущает в этой позиции меня смущает огромный потенциал и отсутствие финансов то есть даже рыцарь пендакли карта казалось бы пендакли вы денежная но она больше указывает на работу на сам процесс нам долгосрочность этого процесса но она не показывает именно наличие денег с другой стороны здесь вы было два великих аркана показатель того что это дело для вас действительно важно значимое и сейчас ощущение того что как будто бы вмешиваются высшие силы да то есть если не высшие силы то как минимум какая-то внешняя сила да с которой вам сейчас как будто бы не сразиться мало на что вы можете повлиять вот о чем я хочу сказать хорошо у меня такого вопроса не было но вот я все-таки хочу посмотреть ваши финансы да что у вас по финансам касательно вашего хобби удается ли вам потому что здесь вот прям две категории те которые только хотят начать и те которые уже долгое время как говорится я хочу поставить . уже завершить потому что ничего не получается если у вас деньги от вашего хобби пятерка мечей нет нет причем знаете не просто нет а здесь выпадает пятерка мечей семерка педаклей и шут на долгое время что-то ждали вот я говорю вкладываете складываете вся денег нету и при этом знаете по пятерке мечей как будто бы вот такой вот процесс сама самобичевание саморазрушения на кота наказание себя за то что отдаю либо вкладываюсь больше чем получает то есть нету отдачи семерка педаклей у нас здесь говорит о том что человек долгое время что-то ждет в конечном итоге знаете вот здесь вот шут и потом сразу аркан мира как будто бы уже как-то вот огорчился и решила то ли закрыть это дело то ли бросить обнуление то есть ощущение того что человек как будто бы оказался там с чего он и начинал то есть такое чувство что много вкладывался до что-то делал и в конечном итоге вместо того чтобы продвинуться и как-то получился чтобы какой-то прогресс либо развитие вы пришли к тому что оказались на нуле да вот как будто бы оказался в дураках ничего не произошло полное обнуление как говорится не гроша за душой поэтому финансов да вот на данный момент независимо того начинаете вы либо наоборот завершили да здесь денег нет вот хорошо давайте посмотрим все же на что вам нужно обратить внимание те на этой колоде на метафорических посмотрю на что вам нужно обратить внимание для заработка аркан смерти на красивая карта здесь смерть и человек скачет на лошади и песочные часы вот я вот так вот вам покажу не знаю насколько видно сейчас такой фон на что нужно обратить внимание да на то что во первых знаете вот действительно это обнуление до которая вышла здесь по деньгам она действительно актуальна в плане того что теперь вы не должны действовать так как вы действовали ранее такое чувство знаете что как будто бы маленьком ребенку дали в песочнице поиграться и сказали что окей то есть делай что хочешь а теперь наигрался выходи мы тебя искупаем и пойдешь в школу чистым да и опрятным то есть вот таким каким нужно то есть как маленький ребенок поигрался да разрешили тебе сделать все что ты хотел по своему желанию а теперь будет так как надо да теперь будет по-другому здесь прошлое нужно будет отпустить прошлое в плане ваших понятий именно заработка да в плане того какую планку вы себе ставили потому что здесь была знаете как-то реальность и ваши ожидания они не совпадали то есть ожидания были большие по факту реальность оказалось что все не так и и здесь аркан смерти он нам карта да она как раз таки говорит о том что на что нужно обратить внимание на на то что в твоем сознании должны произойти перемены если ты хочешь двигаться дальше что именно нужно изменить вот здесь такое ощущение что я как будто бы один в поле не воин вот вы как не что нужно обратить внимание на ваше убеждение по поводу того что как бы вам это объяснить смотрите здесь изображен тюльпан а вокруг него тыквы да ну то есть если ты ты кого понятно каким образом здесь появляется тюльпан да то есть здесь не не сад а скорее всего огород то есть ну вот как ты книг не к месту не к месту не в своем поле ягода здесь вам нужно обратить внимание скорее всего на вашу целевую аудиторию что такое чувство что вы работаете как будто бы не на свою целевую аудиторию потому что здесь нету понимания вас данного тыквы тыквы вокруг все тыквы и там понятно то есть на как говорится на на этом поле да только тыквы могут вырасти а тут вырос тюльпан да вообще как-то ну никак подходит здесь действительно нужно обратить на вашу целевую аудиторию не там не там вы зарабатываете не туда вы смотрите да не тель не тем людям продаете свои услуги с другой стороны вам нужно посмотреть на своих каких-то тараканов да то есть посмотрите с одной стороны на свои страхи здесь такое ощущение что то во что вы верите это не совсем то интересная такая карта сейчас я вам ее покажу если вам будет видно да то есть человек открывает дверь и вроде бы много огоньков и они напоминают как звезды да как какие-то ожидания надежды желания оказывается что это не звезды а это глаза каких-то рыб то есть ожидание вам нужно обратить внимание на ожидание то есть пересмотреть вообще свое дело не есть не состыковка того что вы хотите это что есть в реальности такое ощущение что вот вы не так я не говорю что вы носите розовые очки а вы просто не не туда как будто бы смотрите на что на что вам нужно обратите внимание вот он король мечей выпал знаете скорее всего проанализировать куда вы хотите прийти куда вы хотите прийти здесь вам нужно выйти из вашей зоны комфорта по умеренности такое чувство знаете что я хочу что-то делать да но я хочу делать так чтоб не это было комфортно чтоб не это было приятно удобно и вот это вот знаете ваше какое-то желание она не соответствует то есть если вы хотите зарабатывать вам все равно придется выйти из этой зоны комфорта вам все но как-то вот знаете что-то вас будет вытаскивать что-то вас будет выдергивать из вашего вот успокоения умиротворения но если вы хотите знаете я сделал и хочу чтоб не вот было хорошо в процессе зарабатывания да вот так скажем денег а получается так что ну как как будто бы знаете нереально находиться в таком умиротворении да и на этом получать деньги вам нужно обратить внимание на те знания которые у вас уже есть и идти в новое так здесь здесь внимание да здесь сразу двоякое как-то разветвление пошло разветвление почему сразу скажу здесь скорее всего это связано с арканом мира первые до что я говорила люди которые хотят завершить до свое хобби ну оставить его потому что он не приносит никаких доходов а кто-то хочет наоборот начать я не знаю здесь эта информация для для кого и как но она точно разделена здесь наоборот говорится о том что если ты хочешь получать деньги зарабатывать дата тебе нужно выйти из зоны комфорта просчитать проанализировать всю эту ситуацию просчитать просмотреть рынок и определиться куда ты хочешь идти потому что в каких-то моментах вы становитесь бескомпромиссные а вам не хватает какой-то вот этой гибкости а эта гибкость она вас вынуждает выйти из вашей зоны комфорта то есть если вы хотите зарабатывать вам спокойно как говорится не будет я не знаю на который период на какой период но здесь однозначно вас из равновесия будет выбрасывать а второй момент здесь говорится наоборот что если вы относитесь категории людей которые зарабатывают например на эзотерических каких-то знаниях на мистических на практиках да то вам нужно двигаться именно в соответствии со своим желанием используя знаете какую-то вот внутреннюю уверенность веру что у вас все получится здесь как будто бы на вашей силе воли да вот у вас есть энергию вас есть потенциал вам нужно двигаться дальше и пойти вот именно в это новое каком новом что здесь имеется ввиду что за новое определиться да определиться со своим выбором потому что вам нужно как будто бы оставить то что когда-то у вас получалось а почему потому что в этом нет развития я уже здесь про это по моему говорила здесь по четверке пендакли надо оставить то что когда-то вы получали какие-то вот заслуги где-то когда-то получали я не знаю какие-то деньги вот прям успех какой-то у вас был ранее вот он больше вам не приносит есть ситуация такая попробуем иначе немножко описать когда-то у вас что-то хорошо получалось и вот вы живете воспоминаниях того чтобы воспроизвести то что у вас когда-то хорошо получалось а сейчас как будто бы все меняется и то что когда-то хорошо получалось сейчас уже получаться не будет не потому что вы утратили навык а потому что остановка сменилась и нужно до колесо фортуны выпадает нужно по-другому по-другому уже делать выйти во первых очень много надо общаться взаимодействовать с людьми до выйти из как его из отшельника из человека который постоянно как-то закрывается в себе есть такое ощущение что вы должны быть больше на виду вы больше должны о себе заявлять вы больше должны показывать до свои по способности на вот то то как вы закрывались сейчас вам от этого нужно уходить вам нужно идти больше в некую такую стабильность новые причем стабильность не старую а новую стабильность в соответствии либо зарабатывание денег в соответствии с вашими желаниями здесь у меня чувство такое что вот так же как и здесь да я закрываюсь у меня есть знания но я о них нигде не говорю я о них не заявляю и поэтому обо мне мало кто знает а те кто знает это уже не моя категория это уже не те люди которые с которыми я могу работать ну то есть вы вы уже не подходите они говорю здесь переросли не переросли то здесь такое чувство вы работали с этими людьми потому что вам было страшно страшно пойти шире больше и вот вас выталкивают на эту масштабность а для этого нужно как раз таки определиться сначала со своим желанием да и оставить те навыки умения которые у вас были ранее да так как вы это делали я не говорю вам сменить деятельность а я говорю чтобы вы итог как вы умели то как вы знали оставить это позайти и пойти заново по новому в соответствии с временем до зарабатывать на на том своем деле который вы любите то есть дело мы не оставляем мы способ меняем что вам нужно усилить что вам нужно усилить вам нужно хорошо проанализировать вот еще раз говорится о том что нужно проанализировать рынок нужно посмотреть что востребовано как востребовано как это делают другие знаете на посмотреть на перспективу король педагли выпадает на повтор что вам нужно усилить вам нужно те знания которые у вас есть их условно говоря монетизировать заземлять и продавать уже на тех знаниях которые у вас есть те знания либо те умения здесь не нужно чему-то учиться здесь уже то что вы знаете это надо монетизировать есть просто так интересно да у нас вопрос как и ответ получается что нужно усилить то есть здесь я так понимаю что вы уже умеете либо где-то интуитивно вам надо скорее всего больше слушать свою интер и интуицию вот куда она вас поведет больше как будто бы уверенности до больше уверенности и перенимать опыт у тех кто уже знает здесь вы понимаете как здесь нигде не говорится нигде о вашем мастерстве что она ну то есть вы не являетесь мастером либо вы не умеете либо вы не хороши в своем деле здесь не говорится про это а здесь вот именно о том что вам не хватает каких-то знаний по поводу того как зарабатывать и вот эти знания вы сможете получить знаете как некое наследие да потому что здесь десятка педагли она показывает как некое такое наследие до которой нужно передать то ли вы не не перенимаете у кого-то этот опыт то ли вы не готовы отдавать отдавать знания отдавать свой опыт что еще нужно усилить но нужно стать конкурентоспособным человеком очень многое надо изменить надо знаете как будто бы вот верить в свои идеи и простым языком как можно большим людям рассказывать то чем вы занимаетесь причем не в плане так знаете как например продажники это делают там пока комната шаблону либо скринам а чисто по-человечески рассказывать а вот если вас спросить о вашем продукте да то хобби которым вы занимаетесь вот вы почему занимаетесь вам же это что-то дает вам же нравится этим заниматься так вот рассказывайте людям больше почему вам нравится этим заниматься есть такое ощущение что надо простым языком говорить о своих но от а преимуществах вашего хобби и вам как будто бы здесь веры не хватает вот вам нужно усилить в себе эту веру ваше дело что то что вы делаете это действительно нужно потому что есть ощущение того что ну как будто бы мне ну людям это не надо вот людям как будто бы надо что-то другое не здесь не так не надо тем с кем вы сейчас взаимодействуете им это не надо но кому-то надо кому-то другому здесь надо еще и аудиторию изменить хорошо давайте посмотрим что же вам нужно изменить опять король и мечей и шутка здесь ощущение того что вот вам нужно перестать думать вот вы очень много думаете анализируете как будто бы мало действуете вам надо прекратить думать прекратить думать вам нужно перестать вкладываться то что вам не приносит день скорее всего тот способ который вы используете да и он не дает отдачи вот просто не делайте то есть усиливайте то что уже работает а то что не работает вот как будто вы убираете из своей жизни а здесь нужно начать делать потому что вы действовать потому что четверки мечей здесь как будто бы вы бездействуете из-за своих каких-то страхов очень очень боитесь я говорила здесь да вот это вот зона комфорта то как вы привыкли но здесь вот вы достигли какого-то уровня и все и уткнулись головой в потолок а ваш потолок это ваши страхи вам нужно начать делать причем знаете здесь делать не важно не на основе какой-то вот просчитанных каких-то сценариев а тупо путем проб и ошибок да вот именно пробовать 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 оттачивая свое мастерство при взаимодействии с другими людьми здесь у вас ну вы продавать не умеете просто вот вам нужно быть победителем то есть вам нужно сменить свои взгляды по поводу продаж то есть вы не продаете а вы как будто бы знаете помогаете решить задачу другим людям и подходить именно с помощью того что вот ваш продукт это решение задачи для другого человека и надо рассказывать с этой позиции что я не помогаю а вот у тебя есть такая задача и я вот мой допустим моя услуга да она поможет себе решить твою задачу и надо вот это вот показывать как ваша услуга решает задачу другого человека неважно с чем она связана такая вот у меня была первая позиция с вами переходим в позицию номер два красненькому камешку как сейчас вы зарабатываете как сейчас вы зарабатываете не зарабатываете здесь пятерка педакли и королева кубков очень сильно очень сильно переживаете очень сильно переживаете да здесь как будто бы какой-то кризис до не хватает деньги денег возможно как будто бы здесь еще связано со здоровьем каким-то образом психосоматика как-то срабатывает вообще здесь такое ощущение что как как будто бы я ну здесь собака подождем под дождем идиуда вся промокшая и она как будто бы идет вот к лучшему будущему но все никак дайте не может здесь вот эти вот переживания волнения идут как еще вы зарабатываете но в принципе я не могу сказать что зарабатываете потому что здесь пашку кубков такое есть есть идеи да вот как будто бы есть идеи но переживание может быть какие-то внешние факторы и такое тоже может быть влияют на ваш заработок как-то неожиданно здесь неожиданные непредсказуемые траты идут финансовые не знаю может быть кто-то заболел и вот все что все деньги которые были до ушли допустим на лечение в силу того что допустим вы ухаживаете как-то за другим человеком вы не можете сейчас зарабатывать носить однозначно здесь кризис утраты потери но мне здесь в основном показывают вот ваши страхи ваши страхи переживания по поводу того что не получается не могу как будто бы вы здесь не 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 зарабатываете так на что вам нужно обратить внимание давайте на этой колоде посмотрю на что вам нужно обратить внимание семерку жезлов на то что вы закрываетесь вообще если честно здесь нету то чтобы желание а здесь как будто бы вы чувствуете не чувствуете себя в безопасности да и есть такое желание убежать закрыться хочется какого-то спокойствия ощущение того что вот то что вы делаете это как будто бы вызывает у вас какой-то дискомфорт неудобства и вам хочется убежать вам хочется закрыться вам хочется спокойствия вам говорят здесь нужно обратить внимание на ваши идеи которые к вам приходят и начать их воплощать то есть для начала надо во первых успокоиться перестать закрываться закрываться от каких-то ваших идей которые приходят причем знаете здесь не не одна идея может быть здесь вот прям как будто бы какой-то поток идеи приходит надо пробовать каждую прямо воплощать не с целью того чтобы знаете вот как будто бы зарабатывать ну вот выстроить как стройте ее нет а здесь как будто бы надо первично отсеять какое-то какие-то зерна от шелухи и это вы сможете сделать только когда начнете воплощать прям каждую идею потому что изначально вы не знаете какая ваша идея может выстрелить здесь надо пробовать здесь надо пробовать здесь вам не хватает как будто бы огня знаете вот желание рискнуть что ли какого-то азарта и интереса по поводу будущего да то есть шагнуть как переступить через себя у вас не получается почему вот вы закрываете закрывать вы идете в отшельника вам проще как-то внутри себя искать какие-то ответы анализировать вам хочется быть знаете вот как будто бы незаметным каким-то человеком да то есть давайте я буду делать свое дело вы на меня не будете как-то вот обращать внимание потому что вы очень переживаете вот здесь вот знаете вопрос не в том как зарабатывать а вопрос в том что вы понимаете что заработок он предполагает взаимодействие с другими людьми то есть пока вы занимаетесь тем чем вы занимаетесь вам классно комфортно как стоит только вам начать взаимодействие с другими людьми как-то договариваться объяснять это вызывает у вас вот прям дискомфорт вам хочется убежать ну трудно трудно вы вы как будто бы боитесь а чего вы здесь боитесь ну как будто бы а боитесь здесь осуждение возможно до каких-то какой-то морали может быть нравоучения других людей до что штаба вам будет говорить что ты неправильно делаешь вы боитесь боли боли в лице других людей вот они как будто бы знаете вот пальцем вот так говорить вам вот неправильно ты что-то делаешь либо как-то по-другому надо делать знать вот как учителя не просто люди простые которые будут вас что-то спрашивать а вы как будто вы боитесь только теорию людей которая будет вас осуждать которая занимается нравоучением это разбивает вам сердце и вы как будто вы бежите заранее от боли не а здесь вопрос вообще не про заработок а здесь вопрос взаимодействия вас с другими людьми что вам нужно усилить да ну то есть какие качества какие свойства возможно вот что вам нужно усилить себе посмотрим на метафорических картах что вам нужно усилить знаете во первых поддержку да найти людей которые вас будут поддерживать причем поддерживать должны вас эмоционально эти люди которые будут вас верить это вот как знаете как родитель который поддерживает своего ребенка словесно да говоря о том что вот я верю у тебя все получится иди ты в правильном направлении знаете вот как некая такая опора плюс ко всему ваше усиление будет в неком таком партнерстве неком союзе то есть помимо того что вам поддержка нужно хорошо было бы чтобы был с вами как минимум один человек единомышленник который помог бы вам запустить то что вы хотите здесь что вам поможет усилить знаете как в детстве это вы мечтали во что-то верили вам веры здесь да не хватает здесь как будто бы страшно вы боитесь сражаться с акулами но здесь как как некая такая конкуренция тоже проскальзывает и вам страшно вам нужно усилить любыми способами веру в себя первично в себя потом уже в свою идею то есть надо работать непосредственно с собой а еще лучше было бы знаете найти человека который вот был взрослее вас в плане может быть ментально может быть опыта да и вот рядом с ним не то чтобы он занимался нравоучением а вот как будто бы знаете брать с него пример вот то что он делает повторять и делать тоже самое то есть это не обязательно что это вот прям живую будет вы можете взять себя какого-то наставника я не знаю где нибудь например посмотреть как люди в соцсетях до получают тот результат который вам нужен и просто повторять за ним какие-то действия здесь отцовская какая-то фигура проигрывается вот чувство безопасности уверенность она напрямую связана с безопасностью и поэтому вы закрываетесь то есть вам внутри себя безопасно там спокойно а вот внешний мир как будто бы вокруг одни знаете вот бандиты готовые на вас напасть готовы у вас что-то отобрать готовы и вами попользоваться но здесь такое ощущение до некой такой жертвы и я нахожусь безвыходном положении я не знаю что сделать усилить свое свое внутреннее я до себя как-то усилить что нужно изменить что нужно изменить но здесь нужен баланс здесь нужно выровнять вообще свое восприятие мира что я имею ввиду нападает восьмерка мечей говорящий о том что вот у вас такое ощущение что я связана по рукам по ногам что у меня ничего не получается и это все как будто идет вот на повторе какая-то бесконечность неуверенность вот неуверенность присутствует и что нужно изменить вы получаете по аркану справедливости то что вы заслуживаете вы не уверены и поэтому люди как будто бы не готовы покупать у вас ваш продукт потому что они считывают вашу энергетику они даже не считывают энергию вашего продукта то есть через ваш продукт они взаимодействуют с вами а поскольку ваша энергия такого знаете человека как будто бы находящегося в безвыходной позиции до человека неуверенного вы как-то вот своей энергией да не внушаете доверия ваш продукт может быть идеальным прекрасным но это не имеет никакого значения потому что вы вкладываете в свой продукт энергию которой вы заполнены а вы заполнены и вот это вот неуверенностью и своего рода беспомощностью именно в вашем мышлении что вам нужно изменить то что вы не действуете по четверки мечей вам надо заново выстроить вот финансовую опору сейчас то есть здесь делать акцент не на деньги как таковые а на то что у на перспективу тебе перенесет да вот вам принесет финансы то есть как будто бы фундамент какой-то основу надо сейчас выстраивать здесь вообще не про заработание зарабатывание денег а здесь вот эта основа она может касаться и вас самих то есть понимание как вообще ну приходят деньги вашу жизнь как вообще с ними взаимодействуете вот как будто вы знаете вот выстроить отношения как вы выстраиваете отношения с людьми да на каких основах вот здесь надо выстроить такой фундамент то есть еще до денег как будто бы далеко надо стать более решительной до 2 тузовую пола более решительный включи вот загореться загореться какой-то идеи вот принять решение что все я буду пробовать и причем пробовать опять-таки знаете не ожидать здесь не отключать ожидания денег до заработка заработка а здесь нужно включить именно желание вот вкус самого процесса зарабатывания то есть прям знаете вот загореться захотеть стать более амбициозным вот здесь как будто бы потолок притязания очень низкий то есть у вас нет как будто бы желание даже не то чтобы продавать либо зарабатывать а вообще вот это вот все вам как-то не очень нужно здесь огонька не хватает здесь не хватает знаете любви к вашему делу и вот как-то знаете с любовью надо прийти к такому состоянию что вот как вы любите делать то что вам нравится вам это состояние в этом состоянии надо и предлагать свои услуги не в состоянии страха неуверенности а именно в состоянии любви желание дальше двигаться большему количеству людей показывать свою продукцию здесь огонька не хватает знаете вот задора как заходишь магазин и тебе начинают допустим а вот посмотрите это посмотрите это посмотри но только в магазинах это делается как-то навязчиво а вам это надо сделать из состояния знаете любви что окей тебе не нравится эта продукция а может быть это тебе подойдет а может быть это но вот как-то заинтересованности больше вам не хватает вообще в самом процессе такое ощущение что если вы не сможете самостоятельно продавать проще и лучше было бы найти вам человека который это будет делать за вас либо самому научиться но здесь вам придется себя перекраивать да как то вот иначе взаимодействовать с людьми вам придется выйти из вашей зоны опасности до из безопасны на борту зону о вашей опасности когда вы взаимодействуете с другими людьми здесь вы как будто вы боитесь что вам причинят боль больно что-то скажут неприятно будет и это вот одна из причин так это была вторая позиция с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку тройки как вы зарабатываете сейчас давайте посмотрим как вы зарабатываете сейчас на своем хобби я имею ввиду но здесь королева жезлов все прекрасно здесь прекрасно здесь вы умеете так интересно может быть просто проверить хотите потому что здесь по крайней мере я не вижу каких-то проблем королева жезлов независимые знающие как зарабатывать умеет зарабатывать причем восьмерка педакли это карта мастерства карта по каждодневного труда вклада ну то есть это вот прям финансовая финансовые вот она луна страшно то есть вы умеете вы работаете вы вкладываетесь но здесь есть какие-то страхи с чем связанные с каким-то прошлым опытом а здесь знаете что мне показывает что не то что вы не умеет зарабатывать а вы боитесь как будто бы на на будущее да что все разрушиваться что вы потеряете то есть как-то вот заранее заранее вы боитесь потерять вы боитесь что у вас как-то обманут в плане финансов на что будет как-то трудно какие-то обязанности, которые вы не сможете выполнить. Здесь, знаете, как это, все время забываю это выражение, как правильно оно звучит, да, тот, кто обжегся молоком, дует на воду. Я неправильно говорю, но вы поняли, о каком выражении я имею в виду. Вот здесь вот такое, да, то есть человек как будто бы всегда живет с какой-то оглядкой, оглядкой, причем не на прошлое, а на будущее, что вот не дай бог такое случится, вот не дай бог такое будет опять, то, что у вас было когда-то, когда вот вы лишились, лишились денег, либо были какие-то внезапные обязательства, трудности, либо кто-то лишил вас, вот нужды, вы боитесь финансовой нужды, давайте вот так скажу. Но, в принципе, я не вижу, чтобы здесь были какие-то трудности в заработке на вашем хобби. Хорошо. На что вам нужно обратить внимание? На что вам нужно обратить внимание? Ну, вот опять страхи, да, только здесь луна была, а здесь сейчас девятка мечей. У меня такое ощущение, что ваш страх непосредственно здесь связан, знаете, еще с чем? с каким-то непониманием ситуации, вы еще боитесь попасть в какую-то ситуацию, в которой не все ясно, не все прозрачно, не все понятно. У меня такое ощущение, что у вас был в прошлом опыт, когда вами как-то вот воспользовались, где-то как-то обманули, где-то что-то, вы знаете, пообещали и не выполнили. Ну, вот чувство, да, простым языком, что вас скинули. И вот здесь вот страх того, что это снова повторится. Вам нужно обратить внимание на эти страхи. Почему вам нужно обратить внимание на страхи? Они не помогают вам в принятии решения, то есть вы колеблитесь, да, вы не, как-то сказать, вы утратили свою решительность. То есть если раньше вы были более такие, знаете, вы уверены, более такие, да, я принял решение, я иду в это. То есть сейчас как будто бы вы больше задумываетесь, да, как-то вот осторожничаете. Вот вы утратили вот эту вот решительность, и она мешает вам в дальнейшем продвижении. У вас иногда из-за этих страхов возникает ощущение, что я уперся головой в стенку, и вот никак не получается у меня двигаться дальше. Вот я застряла. Иногда бывают у вас такие ощущения. Поэтому мы говорим, что вам нужно обратить внимание на ваши страхи. Но что еще? На изменчивость, на какие-то перемены, на повторные сценарии, на десятки мечей. Вот с чем это связано. Знаете, вам еще здесь говорят обратить внимание на то, когда вы становитесь одержимыми какой-то своей идеей, то есть желанием ее получить. Причем этот сценарий, он у вас цикличный, и он всегда приводит вас к десятке мечей, к завершению. Он как будто бы останавливает вас от дальнейшего движения. Вы находитесь вот, знаете, эмоционально это как-то на вас давит, и вы не видите возможности дальше идти по своему пути. То есть, с одной стороны, страхи, который вас останавливает, и вы чувствуете себя каким-то вот неспособным, беспомощным в некой такой степени и нерешительным. А с другой стороны, здесь иногда бывает вот какая-то одержимость, я хочу это получить. Причем, знаете, проблема-то в чем? Даже не столь в одержимости, сколько вы зацикливаетесь на какой-то вот одной идее, и тем самым ограничиваете себя от дальнейших возможностей. И, возможно, вам эта идея-то и не так, и не столь нужна с точки зрения, допустим, высших сил, и они готовы вам предложить что-то другое. Но вот ваша фокусировка чрезмерная на том, что вы хотите, она как будто бы затмевает ваше зрение, и вы не видите других возможностей, которые для вас более перспективны на данный момент. И вам не дают то, что вы хотите до тех пор, пока вы не научитесь, знаете, смотреть на вещи более как-то обширно, а не вот конкретно, вот хочу только это, и больше ничего не хочу. И когда вы это не получаете, вы впадаете вот в какое-то такое состояние опять беспомощности. С одной стороны страхи, а с другой стороны вот эта вот ваша зацикленность. Что вам нужно усилить в себе? Такая картинка, когда мама обнимает ребёнка, знаете, держит его в объятиях, как это, когда волнуюсь, переживаю, приходишь в объятия матери, вот её тёплые руки как-то успокаивают, вам успокоиться нужно. И вот ещё одно объятие. Здесь мама с сыном, а здесь пара. Мужчина, парень с девушкой, но только девушка, она как будто бы нереальная. Нереальная, потому что у неё нет ни ног, есть только верхняя часть, а платье у неё как небо, заполненное звёздами, какими-то идеями, желаниями. Поэтому что вам нужно усилить? Я бы сказала, знаете, вот как-то обнять свою какую-то вот мечту, какие-то свои желания, так как вы обнимали бы любимого человека. То есть вот с любовью, с уверенностью, с желанием иметь это. Но не одержимость, здесь не про одержимость. Понимаете, одержимость, она в голове. Это зацикленность на чём-то, на какой-то одной мысли. А здесь вот именно объятия, они направлены на состояние, на любовь, на безопасность. Вот вам нужно усилить вот эти вот, знаете, теплоту, вера — это не про мыслительные процессы. Это не то, что вы в голове себя убеждаете. А это вот какое-то состояние того, что вот слияние с тем, что я хочу здесь про состояние, про спокойствие. здесь как будто бы вам нужно выпустить себя из заточения, туда, куда вы как-то себя загнали. Зачем вы это сделали? Ну здесь вот такое чувство, что как будто бы вы не можете повлиять ни на что. хотя на самом деле, да, это вот ваш выбор. Ваш выбор войти в это пространство, где, ну как в тюрьме, вам кажется, что вы в какой-то клетке находитесь. И при этом, как-то, знаете, вы находитесь в замкнутом пространстве, которое вокруг вас окружает какими-то замками. И вам кажется, что вас кто-то закрыл. Но на самом деле ключи висят у вас на шее. В любой момент можете взять этот ключ и открыть любой замок. То есть у вас каждому замку есть ключ. Но вам проще как будто бы, вот из-за ваших страхов, я говорю, вам проще как будто бы сказать, что меня кто-то извне запер. На самом деле, это вот ваш выбор. То есть те страхи, о которых я говорила, они решительны, да, безвыходное какое-то положение, беспомощность, апатическое состояние. Это все не кто-то вас извне закрывает, создает вам такую ситуацию. А это ваш выбор находиться в этом состоянии. Что вам усилить? Вот выпадает тушкобка. Вот опять я говорю, вам нужно усилить любовь. Любовь вообще состояние любви. Не кому-либо, а вообще побольше пребывать в этом состоянии, знаете, наполненности, состояние благости, состояние успокоения, умиротворения. Умиротворение – это не про то, что вот я бездействую и нахожусь в дзен. А это когда я нахожусь в таком переполненном состоянии, что за все, за что бы я ни бралась, у меня все ладится в руках. И что еще вам нужно усилить? Желание, вот знаете, вот из этого благостного состояния увеличивать все, приумножать, приумножать то, что уже имеет какую-то ценность для вас. Не все подряд, а именно то, что имеет для вас ценность. Именно то, во что вы готовы вкладываться, в то, во что вы, о чем вы готовы заботиться. Хорошо, давайте посмотрим, что вам нужно изменить. Аркан смерти. Опять тройкам начал выпадать аркан смерти. На данный момент вам нужно изменить в своем сознании четверку жезлов, вот этого вот состояния стабильного праздника. Я бы сказала, даже не так. А здесь, что вам нужно изменить? Как будто бы вам нужно успокоиться. Это успокоение, оно придет через четверку жезлов, через праздник, через какой-то отдых, через то, что вот мы приглашаем в свою жизнь новых людей, что мы готовы разделить. Как-то вот знаете, когда люди сообща, приходят на праздник. Вот приглашаешь кого-то на праздник, да, и вот всем хорошо, все радуются, нету ничего такого негативного. И вот это вот состояние отдыха, да, проще говоря, что вам нужно изменить, вам нужно отдохнуть, если говорить простыми словами. Но отдых, я бы сказала, здесь не физически вам нужен, а здесь моральный, когда вам надо переключиться, да, то есть начать общаться с позитивными людьми, потому что выпадает Паш Пендакли, говорящий о том, что так вы научитесь ценить себя. То есть, знаете, придут какие-то люди, с которыми вам будет хорошо, они вас наполнят энергетически, то есть это люди, которым вы доверяете, в пространстве которого вы ощущаете себя таким, знаете, значимым человеком, вас уважают, то есть пришли, потому что вас любят, пришли к вам на праздник, потому что, ну, с вами хотят дружить, с вами хотят общаться, потому что вы нужный человек, и вот вам, как будто бы это поможет поднять вашу самооценку, здесь вам первично нужно поднять свою самооценку. И вот опять четверка жезлов на повторе, что вам нужно изменить. как-то переключиться, переключиться на что-то другое. А вообще вам нужно поверить. Во что нужно поверить? Вам надо поверить в любовь, понимаете, вам надо поверить в эмоции. Любовь не к человеку, а вам надо поверить именно, что вот это вот состояние благости и наполненности, оно существует, потому что такое ощущение, что вот вы как-то эмоционально утратили, вот как-то истощились, что ли. То есть поезжать, у меня ощущение такое, что вот вы сейчас выезжаете исключительно на своем интеллекте. Все, что вы делаете, идете путем интеллекта. Вы как будто бы забыли, как это здорово, когда вы что-то делаете, когда вы находитесь, вот, понимаете, в экстазе. Это когда мы говорим, кто молодец? Я молодец, я молодец, у меня это получилось, я это сделал, смотрю, как классно. То есть когда вы кайфуете от самого себя, даже не от продукта, который вы создаете, а вот от самого себя, что вот у меня получилось, я молодец. Здесь вот полное, как будто бы у меня идет истощение энергетическое. Вы вот на силу и волю сейчас выходите. Как будто бы механически сейчас работаете, потому что вы знаете как, и вы дублируете свои действия просто. Вы, знаете, чувство, вы не вкладываете свою душу, нету в этом продукт, он классный продукт ваш, но в нем нету вашей души, не потому что вы этого не хотите, а вы как будто бы забыли, как это. И вот вам сейчас надо наполниться, поверить. Боже мой чей. Знаете, вам как будто бы надо найти ответ на очень важный вопрос для вас сейчас. В чем мой талант? Я вот как спрашиваю, в чем сила, брат? Вот в чем ваш талант? Вот ваш талант как раз таки в, знаете, в творении, в искусстве, как-то вот вдохновение. Не вообще на что вы способны, а вот как будто бы вот вам не хватает этого вдохновения, когда у художника нету музы. Вот здесь про это. Это то, что вам сейчас мешает. А нету этой музы, почему? Потому что вот страхи, это то, что вас останавливают. Страхи непосредственно связаны с неопределенностью. Неопределенностью. Да, вот вы, возможно, обстановка в мире такая, что вы чувствуете вот эту вот неопределенность, и вам становится страшно. Вы как будто бы вот из этого состояния страха включается все то, что я говорила ранее. Вот такая вот у меня была и третья позиция. Я благодарю вас всех за внимание. Пожелаю, если вы смотрите в обычном, да, режиме, когда расклады выходят, хочу пожелать вам отличной недели. Хочется пожелать, если честно, знаете, какого-то успокоения, чтобы ушла из нашей жизни паника и вот ненужные негативные эмоции. Как бы трудно ни было, как бы сложно ни было, мы управляем своей жизнью. Мы не в силе управлять какими-то внешними факторами, но мы можем повлиять на нашу реакцию, на что-либо. И если мы начинаем паниковать, вот троечки это хорошо очень чувствуют, да, то это не приведет ни к чему хорошему и в первую очередь мы начинаем разрушать себя. Поэтому, как бы трудно, сложно ни было, давайте мы будем учиться управлять своими эмоциями, расслабляться, да, как минимум дышать. то есть, когда вот возникают ощущения, вот это вот ощущение паники, да, как можно больше обращать внимание на что-то хорошее в вашей жизни, да, дышать и вспоминать что-то хорошее. на этом все, до встречи с вами в среду, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok